Поехали! Продолжаем разговор. Продолжаем разговор. И историю я знал, как все на пяти пальцах. Пока мне не попался Носовский-Фоменко. И вот на их критике исторических событий я выучил сами исторические события и привез еще эту критику. И вот Носовский-Фоменко, он в принципе весь фундамент заложил. И методику фактически этих изысканий. Но самая главная собственная наблюдательность. Вот у меня сейчас гипотеза, допустим, я предполагаю, что Леля упала в 17-18 веках, а Фата в 19-19. Меня многие критикуют, кричат, что это было 13 тысяч лет назад, ссылаются на веды. Я им говорю, предъявите веды, покажите, где там такая датировка. А вот так, а вот так. То есть вся информация плавающая, нигде ее толком нету. Но если мы видим карту восточной части нашей страны, на которой было место, которое сейчас находится на дне Восточно-Сибирского моря, причем с центром прошлой цивилизации, А после этой карты появляется совсем другая Чукотка, Камчатка, вновь появившаяся. Эта территория уходит под воду. Появляется огромная вечная мерзлота на всех этих территориях. Вот что должно на земле случиться? И мы начали искать то, что могло повлиять вот так вот на ландшафт. Потом приводили, почему атмосфера давления, давление воздуха упало. Из-за чего? Что могло выбросить атмосферу, допустим, за пределы в космос безвозвратно? Оказывается, ядерные взрывы, происходящие на земле, нет. Это могло вызвать только что-то очень большое. Ну, вот примерно так мы свои гипотезы и строили. Смотрим на то, что видим. Читаем то, что может на это показать. И вообще надо перерабатывать большие объемы информации. У меня это, допустим, все из-за моей работы. Я 20 лет проработал в оперативных подразделениях, был опером, возглавлял определенные группы оперов. И там писались такие справки по преступлению. Вот справка – это большая аналитическая работа. Ее пишешь, сидишь неделю, сводя все множество составляющих, чтобы выдать конечный какой-то результат. Ну, может быть, мое творчество – это и есть плод интеллектуальной работы над справками. Понятно. В общем, получается упорядочивать полученную информацию, справки раскладывать по месту. То есть ты надрессирован в этом смысле, да? Надрессировал себя, чтобы правильно все раскладывать. Хорошо. Но, с другой стороны, ты знаешь, когда какие-то есть претензии по названиям, ведь те небесные тела, которые прилетели сверху, на них же не было написано там «Леля», «Фата» или там «Фаэтон» или что-то еще. Поэтому я всегда предлагаю альтернативщикам и вообще всем историкам, когда говорим про небесные тела, поосторожнее быть с самими названиями. Вот некое небесное тело размером примерно вот таким. Вот этого, на первый взгляд, будет достаточно. Потому что если мы, например, в каких-то писаниях не находим конкретного упоминания, названия, как там называли, и то ведь там называли… Ну, они вот увидели это и дали название. Это примерно как сейчас в Америке там шторм какой-то идет или торнадо там или что-то еще. Ну, пускай Анастасия будет называться, да. А вот этот ураган как? Ну, это пускай там Митчелл будет называться. Ну, и так далее. То есть дают названия, которые, естественно, ураган себя так не называет. И так далее. Поэтому я всегда… Алексей, ну я наберусь смелости тебя поправить. Мы с Максименко точно их установили. Несколько фильмов знали. Я тоже сначала говорил, что это, может быть, летающие города, может быть, искусственные. Но заглянув в астрологию, мы их вычислили. Ну, хорошо. Если вы такие прям уж совсем астрологи-ученые, идем тогда дальше. Ну, опять же, это гипотеза. Это предположение. Ну, по крайней мере, мы имена им дали какие-то. Ну, понятно. Я поэтому говорю, мы можем давать любые имена. Вот я могу любую звезду, которую вижу на небе, назвать как я хочу. Понимаешь? От этого она ни хуже, ни лучше не станет. И в то же время летит какой-то метеорит, и я его называю каким угодно, опять же, именем. Он себя может называть как угодно. Это его лично-персональная проблема. Главное, что я его называю по-другому. Понимаешь? Вот мы люди всегда… Ну, я тебе знаю, что скажу. С таким же подходом подходит и официальная наука. Вы не переживайте. Там тоже так же называют. Так я же тебе про это говорю. Мы люди все одинаково устроены. У нас так. О, это что такое? Как это… Есть такая шутка, да, про кенгуру. Кенгуру-то означает «не понимаю», да? Вот и бегают сейчас животные, которые с именем «не понимаю». «Не понимаю». Что это такое? Кенгуру. А, ну кенгуру, понятно. А что это «не понимаю» означает? Ну и ясно. Идем дальше. Стеша, вопрос в эфир. Если карта подлинная, то как случилось, что в школах изучают иные карты? Это что, подмена? О, здесь очень тяжелый момент. Я целый опять фильм сделал, поэтому… Как же он мне называется? Уже забыл. «Технология фальсификации исторических документов. Кто был исполнителем?» У меня на канале фильм называется. Как это вообще все происходило? Это не значит, что тут прошла бомбардировка, народ начал раздаться жизнь, и тут же пришли фальсификаторы. Нет, был какой-то большой период времени до того, как началась фальсификация. К этому определенные политические обстоятельства подводили какую-то группу людей, которые эту фальсификацию начали. А вот весь этот период восстанавливалось все так, как есть. И эти карты, они были срисованы, ну нормально срисованы. Это фактически по уровню технологий, что тогда позволял. С каких-то носителей. Многие выражают предположение, что носители были не бумажные, а какие-то цифровые. Есть очень много средневековых картин, где тетеньки разговаривают с зеркалами, а в зеркалах отражаются их дяденьки где-нибудь на других концах, там, среди кораблей. Ну, есть такое предположение, что скайп давно действовал. Значит, были какие-то компьютерные технологии, может быть, какие-то те флешки. И действительно, все эти карты были совершенно в другом виде. Есть такое предположение. Но дальше пойдем. Эти карты нарисовали. Потом пошла фальсификация. Надо было что-то уничтожить, что-то спрятать. Мы же не знаем, где чего вообще хранится, в каких музеях. Как эти карты попали вообще в сети? Просто музеи, те, кто устраивал фальсификацию, их, может быть, уже самих-то и нет. Остались там какие-то потомки, которые тяжело об этом помнят. Но те заложили фундамент фальсификации. Наука уже идет по тому проторенному фальсификаторами направлению. В средине 19 века появилась куча историков, которым подбрасывались эти фальшивые документы, фальшивые летописи. Они на них защищали диссертации, построилась вся историческая наука. А теперь она сама себя защищает, как система. Они не хотят уже ничего фальсифицировать. Но, извините, возьмите любую диссертацию по истории. Но это вообще полные глупости. Я почитал несколько диссертаций по истории ученых, таких историков. Я понимаю, диссертация это вообще то, где что-то нужно придумать. Ну, изобретение фактически. В технике они есть. Допустим, диссертация по юриспруденции и по истории-то вообще ни о чем. Если бы я увидел по юриспруденции диссертацию, где какой-нибудь защищаемый предложил заменить в административном кодексе 5 суток наказания на 5 палок битья, это бы была революция, изобретение. На него бы напали. Он бы доказывал, что действительно, зачем садить 15 суток государственные деньги тратить, когда его можно на плацу 5 раз ударить палкой нарушителя. Это была бы диссертация действительно. А история, что это, берешь список одной литературы. Возьмите, они сейчас все в открытом доступе. Берешь диссертацию, это просто расширенный реферат. Даже докторские. Ничего в них нового нету. Ссылки сплошные на сплошных авторов до них вообще дурдом полный. Ну, мы немножко отклонились. Вот так вот историки писали на тех первоисточниках, на которые ссылались. Они все оказались фальшивыми. А вот настоящие или близкие к настоящим валялись в запасниках. А потом пришел век компьютерных технологий. И музеям стало круто это все оцифровать. Ну, оцифровать, переснять фактически. И направить в сеть. И вот они все начали переть со всех дырок эти документы. Все же очень просто проверить, на самом деле. Собирается экспедиция дайверов, аквалангистов. Едем на те места, где карты что-то указывают старинные, древние. И если там на самом деле хоть есть признаки каких-то старинных городов, вот примерно в этом месте, то это означает, что вот эта карта правильна. А если там вообще ничего нет, а на карте на старинное это нанесено, значит это, как сейчас говорят, фейк. Потому что любое доказательство, оно всегда где-то в земле, или на земле, или под водой, или на воде должно присутствовать. Должно быть. Но вот смотрите, какая интересная вещь. Есть у нас самая большая в стране крепость-звезда. Целая, абсолютно красивая, вся первичная кладка называется Керченская крепость. Есть вторая Петропавловская, но Керченская гораздо больше. И до того момента, как ее раскопали в 1850-х годах, там такой инженер-то от Лебен, который там форты допотопные построил, ну приписывается, как Манферран, но ему строительство фортификационных сооружений. Вот эта крепость была просто поле. Как ее нашли случайно? Но она находилась под землей. Все объекты, они фактически находятся под землей, но многие сейчас исследуют гугл-карты, и они их находят и показывают потом по каким-то, допустим, вторичным признакам. Но под землю лезть нельзя. У нас фактически уголовное наказание за незаконное там, за черное копательство. Возьми лопату, пойди копать куда-нибудь в район чего-нибудь, и тут же тебя возьмут за ухо. А вдруг ты к рыбалке готовишься, червячков ищешь? Ну, тут можно, смотря сколько выкопать успеешь до того, как поймать. Понятно. А может они на большой глубине. Я понял. Я про то говорю, что если мы сейчас все-таки рассматриваем тему, связанную с подводными изысканиями, и ты очень четко границы обрисовал, то в этом случае тогда карта эта должна примерно плюс-минус метров 200-300 указывать на какие-то подводные города, которые сейчас под водой находятся. Вот про что я говорю. Нырях ты не запрещаешь. Все очень просто. Они все есть. Все эти города есть. Вот Путин недавно нырял в город Акра, как раз в Керченском проливе. Но он же теперь не так называется. Там вроде бы со слов получается, что там небольшой городишко с названием Акра, откуда достали амфору. Если там примерно представляют слои ила, которые находятся, они там под десяток метров доходят. То есть там действительно мы знаем по карте продолжение города одного из четырех, который на месте Керчи нарисован, по той территории. Киприка, Понтика, вот эти города. Какой из них? Ну, понятно, что он лежит внизу. И действительно, допустим, в районе Болгарии, где было затоплено устье Дуная, оно там большое, разветвленное под водой сидит. Болгарские археологи тоже копают. То есть подводные археологи, они находят. Но она, подводная археология, гораздо тяжелее, чем надводная. Все там есть. И много достается из-под воды. Такая же точно ситуация в Средиземном море. Прямо стоят там, есть фотографии, как стоят целые городские кварталы. Но занесено все илом. Конечно же, под водой лазить проще, чем с законной точки зрения, чем, допустим, копать, приехать в Фоногорийскую крепость, взять лопату и начать там копать. Ну, разумеется, поймают. Под водой, в принципе, можно действительно чем-то скрыть эту ситуацию. Но нужно оборудование, нужно насосы, катер сверху, чтобы размывать этот ил. Понятно, да. Конечно, технологически там более сложно все. Поэтому и надо быть подготовленным. Ну да, идем дальше. Так, про карты. Ну вот про карты еще тоже стешим можно дополнить. Ведь иногда карты перерисовывались, чтобы специально что-то запудрить в мозге, вскрыть. А иногда просто от неумелого картографа вот эти карты исходили. К примеру, вот давали там сидят ученики какие-то. Как вот в школах мы рисовали, на контурных картах что-то обводили, да? А там контурных карт не было. Там просто клали карту, сказали. Вот теперь давайте перерисовывайте, нужно туда отправить, туда отправить, туда отправить. И вот молодые люди сидели, которые, может быть, плохо еще владели картографией, и так на глазок примерно так рисовали, учились. А эти карты потом, по несчастью, кому-то из наших исследователей достались. Причем Олегу достались карты от дяди Микола, да? Например, там Андрею, там от дяди Бени, а еще кому-то там еще от кого-то. Вот это теперь между собой спорят, чья карта были правильные. Хотя это три недоучки сидели за одной партой, рисовали с одной картой. Но такое же тоже можно быть. Так что вот эти погрешности человеческие тоже надо учитывать. Здесь не только то, что сместилось Северный полюс, сместились там вот эти вот градусы, широта там, долгота и так далее. Здесь еще и человеческий фактор, как всегда, тоже может влиять на что-то. Так что вот это, мне кажется, надо учитывать. Ну, здесь все проще. Я в своем фильме как раз-таки и показал, кто же подделывал вот эти документы. А подделывали монахи в закрытых фактически монастырях. Причем делалось так, существовала технология фальсификации. Монахами руководило несколько, ну, допустим, малое количество людей. Но преподносилось так, что со старославянских языков переводили монахи немецкие на немецкий язык. Вот как Радзивиловскую летопись там или еще какие-то из славянских документов. У нас же многие наши летописи почему-то вдруг оказались на немецком языке, первоисточниках. А вот так вот и происходило. Давались реальные документы, причем, видимо, с фотографиями, как я это показывал. Садился монах и от руки переписывал книгу и перерисовывал все, что на ней нарисовано. То же делалось и с картами. То есть он брал и от руки, как художник, рисовал без всяких каких-то вещей. Но то, что фальсификация происходила, действительно так и есть. Почему? Мы название Питера перерыли уже массу карт. Ну, нету названия Питера. Не подтверждается ни Александрия, не подтверждается ни Толиан. В лучшем случае написано Орешек. А на многих картах, на большинстве, вот как на Таврике нет Севастополя, также вот нигде нет Питера. Хотя мы знаем, что он и есть. То есть процесс происходил. Я бы был удивлен, если бы город до рождения Петра Первого, так называемого, назывался бы Питер. Ну, вот очень бы удивился. Но я вот все-таки склоняюсь, что он так и назывался. Только с рождения Петра Первого. Интересная очень вещь. Исаакиевский собор, он храм кого был? Многие уже исследователи, храм Юпитера. А где Юпитер тот сейчас находится? Он стоит, Юпитер вытащенный из Исаакиевского собора, он находится в Эрмитаже. Большой Юпитер, красивый. И вот Питер и Юпитер. Почему из-за путка пошла? Вроде бы как Петербург должен быть, а он Питербург. Потому что буковку гласную потеряли, Юпитер. Интересная версия. Не совсем, конечно, она со славянством пересекается. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет, да? Ладно, идем дальше. Ну, Юпитер же тоже ипостась чего-то. Ну, конечно. И в разных языках он у нас соответствует кому-то из ипостасей единого Бога. Конечно же, соответствует. Помнишь с тобой в прошлый раз об этом и говорили, что вот этот пантеон Зевства, пантеон Юпитера, он полностью дублирует славянский пантеон, только как бы регионально, в тех регионах, где они были. А это был отшиб империи. И там их плохо контролировали, из-за чего они сходили с ума периодически. Ну, понятно. В общем, у каждого был свой суржик, да? И на этом суржике каждый по-своему богов назвал. Такие диалекты были. А потом из этих суржиков повырастали французские, немецкие, английские языки. И они… Я бы не мог сказать так уж, что именно место, например, Жреции, это было какое-то удалённое место такое, потому что всё-таки, на мой взгляд, вот современный Ватикан и Жреция, то есть Греция, ну, места не вся Греция, а места Греции, вот они были такими же духовными центрами, как сейчас является Ватикан, которые вот держат такую идеологическую основу католического мира. И то же самое, я думаю, вот в определённом месте Жреции, те же самые Афины, там же куча храмовых постройок, огромное количество храмовых постройок. Это же не жилые дома. Видно, что это не жилые дома. И поэтому… Афин, можно перебью на две секундочку? Мы просто тяжело представляем, что было там на Востоке. Что за духовный центр был Каракаран, и как бедный француз Рубрук, который приехал оттуда, где вот эти вот все, то, что ты перечисляешь, из Европы, как он удивлялся тому, что он увидел на Востоке. Да, я тебя понимаю, дело в том, что вот таких жрецей, вот таких жреческих центров было достаточно большое количество. И, заметьте, долин царей было большое количество. Конечно, как и асгардов, которых поминается, было огромное количество. И асгарды – это территории стран, которые вливались в державу. Страна вот эта под этим асгардом, страна вот эта под этим асгардом, а всё это державы были. И вся вот эта Русь – это вот то, что реально до экватора как минимум было, как минимум. И представляешь, сколько нужно было жреций, сколько нужно было асгардов, сколько нужно было центров управления, дорог, взаимосвязей, как они между собой связывались, каким образом назначались святейшие князья, каким образом выбирались циари, цари управляющие и так далее. Это же вообще отдельная история. Поэтому, когда вот эти все катаклизмы, клизмы для котов происходили здесь на Земле, они же стирали целые регионы. Видимо, скорее всего, здесь мы можем думать о том, что это и метеориты прилетали, какие-то небесные тела. Мы можем думать, что это мог быть не просто случайный метеорит, это мог быть направленный какой-то метеор или какое-то небесное тело, которое вороги в нашу сторону запулили после того, как были уничтожены какие-то защитные системы, и здесь всё изменилось. Но вот та же самая дорога по Крыму, если ты посмотришь, как она идёт интересна, севропортивная дорога, такое ощущение, что она в море местами уходит, потому что вот там должна быть дорога, это проходить по набережной. А поскольку там уже обвалилось всё, и пришлось новую трассу прокладывать, пришлось новую тоннель рубить и так далее. Интересно, какие-то уже разрушены, какие-то там наладан дышат, какие-то заново проложены. Это говорит о том, что изменялось, то, что ты рисовал на карте, изменялась география, это представление, изменялись контуры Земли. А я тебе ещё добавку дам. Вот интересно, Чипса, он в одной из своих работ привёл псковскую летопись. И там написано, что там года такого-то 1625-го случился потоп, там в Любике, в Германии все утонули там и животные, и скоты там. Но самый интересный ход того, что утонула земля Афинья, которая для нас являлась центром обучения и всего остального. То есть чётко подчёркнута Афинья и её функция, как учебного центра. Получается, Греция – это вообще мыленное понятие. Скорее всего, это то, что ты говоришь, и есть Жреция. А то, что называется Грецией, называлась земля Афинья. То есть обучающий центр. Да, я думаю, что то же самое, как у нас, например, нет. В крупном городе, Москва, представь, одна школа на всю Москву. Слишком размеров она должна быть. Конечно. И удобно ли было туда добираться? А если взять Подмосковье, то представь себе, что одна школа на всю Подмосковье. Ну давайте тогда и другим, более широким таким взглядом оформим теперь нашу мысль. А если на всю Россию одна школа? Представляете, каких размеров? Даже оленеводы, которые живут и своих детей сдают из стойбища учиться на учебный сезон, они всё-таки не в одну школу сдают, а в разные, казалось бы. Поэтому, я думаю, вот жрец этих Греций было достаточно большое количество. Конечно. Я точно сказал. А вот самое интересное в том, что та цивилизация характеризуется вообще специализацией своей деятельности. У них специализации делились на регионы. Почему-то вот был город, допустим, Камнеплавов, был город Металлургов. И вот так вот они делились по городам, соответственно, и по учебным центрам. Города были небольшие, с пешей доступностью структурой, с такими вот всеми интересными вещами, что человек при хорошем климате фактически половину времени находился на улице, гуляя в тапочках и в туниках. И я это хорошо очень увидел, был в Турции в Памукале. И там экскурсовод хороший, такой Стелла попалась, румынка, хорошо по-русски говорящая, и она вот мне там показала, говорит, представляешь, здесь копают-копают-копают итальянцы. 50 лет копают в Памукале, говорит, все ценное дипломатической почтой отправляют в Италию. Здесь камушки оставляют. Но, говорит, единственный вопрос, что они показали, вот город Памукале построен как дом, единоразово, никаких достроек, ни пристроек, вот его с нуля построили сразу весь город, со всеми домами, водопроводами, канализациями, водопроводы там эти сеченые, то есть с нарезами для ускорения воды. То есть все настолько развито, вот как фонтан Самсон в Питере стоял, без всяких насосов действовал, так и вот там вот сделано. Но специализация города Памукале, это этот, санаторий. Там это ванны Клеопатрии, и туда приезжали, судя по захоронениям, туда приезжали со всей Европы лечиться. Некоторые там умирали. То есть вот город санаторий. Там все, кто жил, занимались обслуживанием этого санатория. Город горячий, Мизмай, который золотоискатели, мы установили как Рабен, там жили одни золотоискатели, и, видимо, те, кто золото обрабатывал. И вот так вот все было. У портовых городов жили те, вот Грустина был почему-то чисто купееческий город, видимо, на стыке всяких торговых путей. Какая-то вот такая вот картина была. То есть мир настолько был свободен, и при этих больших городах, там с атмосферным электричеством, беспроводным, где там в пятиэтажках свет светился, почему-то были кочевники, которым нравилось кочевать, и они на домах, на колесах крутились вокруг. Ты знаешь, как уже неоднократно я обращал внимание в своей жизни, есть люди, которые вот какой бы ты золотой дворец не построил, они все равно будут кочевать. У них генетически так заложено, что кочевать — это их дело. А есть люди, которым кочевка вот эта, ну как, ну съездил в командировку, побыл, вернулся обратно. Поэтому здесь надо учитывать, что генотипов всё-таки достаточное количество на земле, чтобы одни кочевали, а другие жили осёдла. Кто-то всё-таки ближе к жрецам был, кто-то всё-таки ближе к обработальщикам земли корочем, а кто-то вот просто кочевал. Поэтому здесь нельзя никогда всех вот вместе одной метлой сметать в одну кучку. Все люди созданы уникальными, разными. У каждой слоя... Конечно. И параллелей на наш мир, на современный социум практически нет. Почему мы так сопротивляемся этому социуму? Потому что, оказывается, в том, все места было распределено. Не было никаких рабов, не было никаких... Вот всем было... Хочешь кочевать — кочуй. Хочешь что делать — делай. Хочешь молиться Юпитеру — молись. Хочешь Зевсу — иди туда молись. Ну, единый Бог. Помнишь, много раз приводили этого Мангухана, что он удивлялся, что мусульмане убивают христиан. Говорит, вы же в одного Бога верите. Как вы можете друг друга резать? Ты же пальцы на руке Бога. Ну, то есть, миропонимание их примерно понятно. И, допустим, описание того общества, что и там и социальной защиты система была, вот этого же рубрука описания, и Марко Поло тоже подтверждает, что общество действительно было продумано. Конечно, жалко, что оно так погибло, но многие из, видимо, юридических решений того общества и сейчас принимаются. Как вот соцзащита, поддержка рождаемости, резервные фонды. Скорее всего, большая часть лучшего всё-таки взята у них. Я не знаю, насколько это лучшее. Я могу догадываться, что они в своё время что-то лучшее взяли у нас, а потом сейчас это распространилось уже ко всем нам уже обратной волной. По поводу того, что был более тёплый климат, есть подтверждения, такие вот, ну, как сказать, проходящие мимо. Вот посмотри, как одеваются у нас ребята, живущие где-нибудь в Индию, да? Вот там жарко, постоянно тепло, ну, там ливни прошли, и опять солнышко выглянуло, всё хорошо, замечательно. Они как одеваются? Ну, наверное, попроще так, чтобы было прохладненько, да, укутываются в какое-то большое полотнище. А теперь посмотри, у нас же на севере есть, на северо-западе Европы, тоже люди, которые живут достаточно на таком северном климате, но тоже укутываются. Сейчас просто их юбками там называют, да, но нифига не говорят, это не юбки у нас. Вообще-то мы укутывались вот многометровую, такой у нас был холст, в который мы укутывались, такую в клетчатую, красную, чёрную, да? Ну вот, то же самое мы видим, что укутывались у нас и на юге. Тот же самый Рим, та же самая Жреция или Греция. Ну а вероятность того, что в России тоже иногда так не укутывались где? Почему бы, например, в России, где не было особых морозов, когда до каких-то серьёзных изменений климата также не могли, например, себе позволить ухудраться в какую-нибудь льняную или конопляную ткань? Да, у нас были рубахи всегда, это факт тот, который вот в раскопках там находит, но ведь находят ещё и какие-то полотнища большие. А всё просто, посмотри, на чём Пётр Первый на медном саднике сидит, сандалии в полотнище. Я про это и говорю, да, то есть, если даже остался культ вот этих самых жреческих или римских императоров, каких-то там античных людей, то в этом случае это означает, что там сохранился центр, та культура, которая до определённого момента существовала где-то везде и повсеместно, скажем так, где позволял климат. И вот у нас проблема-то у учёных какая? Вот у всех, и в том числе у тех, которые занимаются историей ненаучной, альтернативной, скажем так, да, вот как называть, ненаучной у вас, альтернативная история, хотя это под вопросом, кто ещё более научный, да. Так вот, проблема в том, нашли какую-нибудь там гайку, которая где-то там была прикручена к чему-то, говорят, о, везде такие гайки были, другой нашёл черепок, не-не-не-не-не, везде черепки были, третий нашёл там лук, сказал, да все из лука стреляли, четвёртый там нашёл какой-то инструмент, который больше для лазерного там бластера подходит, говорит, да это вы что, все с бластерами бегали. Никак у всех в голове не уложится, что были разные народы, были разные условия, разные времена, катаклизмы, уровни развития, кто-то кочевал, ему эти бластеры нафиг были не нужны, кто-то там чем-то серьёзным занимался, они там в камне выпиливали, что-то выделывали, кто-то там плавил камень, кто-то его из раствора делал. Разные технологии, разные уровни, для разного применялись. Но почему же все пытаются всех построить к своей какой-то теории? Вот все должны к моей теории подтянуться. Вот я сказал так, значит так, всё. И кто мощнее, у кого кулаки покрепче, у кого язык лучше подвешен, тот и прав. Ну, дуристика полная. И причём, вот к сожалению, это же наблюдается и в альтернативной истории, это наблюдается и в славянстве, и в арийстве, и в русскости. Все пытаются доказать другим, что он более правый. Что если он прочитал где-то веды, то вот только по этим ведам. Если он прочитал какую-то там веды восточную, то только по этим. Если он там сказку про Бабу Игорь прочитал, всё, Баба Игорь была такая. Ребята, успокойтесь, всё намного интереснее, чем вы себе можете представить. Чё-то мы с тобой заболтались, давай дальше. Геннадий Коробов. Вопрос автору. А вам известно, что у Байкала есть пирамиды? Конечно. Хорошо. Геннадий, ему известно. Что ты тут? Ну, не у Байкала, а рядом с Байкалом, там даже на дне есть пирамида. Тут недавняя находка, оказывается, в Геленджике есть пирамида. Все на неё смотрели, там в Геленджике сидишь на пляже, там мегафон написано и Геленджик, как Голливуд в Америке. И всё это представляете на фоне пирамиды. Кто не верит, посмотрите фотографию этой местности. Реальная пирамида стоит в центре Геленджика. Целая. А все ездят в Египет посмотреть, да? Да, все смотрели на неё столько лет, только сейчас поняли. Геннадий Коробов, реплика в эфир по Венеции. И так видно, что её затопило. Любой просветлённый это увидит. И чё? Ну, чё, затопило? И чё? Питер? Ну, это понятно, затопило. Мы сейчас... Я только показал примерную границу моря и сказал действительно, что и Питер затопило. Конечно, затопило Венецию. Она наземный город абсолютный. Далее Дьяченко, Олег. Вопрос эфира. Где можно скачать все эти карты? Ну, карты, они разрозненные. Я, допустим, их собираю давно и мне шлют, как Алексей Кунгуров называет соратники. Вот мне каждый день штук по 20 карт теперь приходит, я их только успеваю сортировать. А ты куда этих собираешься выкладывать, чтобы как-то упорядочить-то? Проверены, непроверены, доверены, недоверены? Тут надо просто каждой карте делать. Вы заметили, я не называю, как обычно меня критикуют, почему вы не называете карту, ее датировку этой карты. Не имеет никакого значения. Меркатор это не человек, это непонятный лейбл. Возьми любого из них, это все ерунда. А потом датировки. Читать, мы знаем, что с определенного периода, до определенного периода, таких датировок, 1945 год, такого не было. И когда мне дают карту, на ней написано 1492, я просто смеюсь. В то время точно датировок таких не было. И все фактически исторические периоды, когда датировки появились в современном виде, они все известны. И это, скорее всего, только середина 19 века. Даже не 1700 год. Все остальное подделано. Ты прям по-насовски Фоменко так рубишь историю. Русь, не было этого ничего. Ясно, идем дальше. Елена Владимировна, реплика в эфир. Питер сегодня воспринимается как разговорное название. А пишется Санкт-Петербург через Е, Петербург. Где вы увидели Питербург? Это к эпизоду про Юпитер. А, ну, здесь все понятно. Вот Питер единственный город, который называется и Питер, и Петербург. То есть гуляние происходит в разные фактически формации восприятия этой буквы. Я понимаю, что это тяжело воспринять, что Питер Юпитер. Но есть вторая, допустим, версия, что Питер назывался Петрополь или Петрополюс. И опять Петрополь или Петрополь. И Петрополюс или Петрополюс. Но Питер четко мы знаем. Это разговорный диалект, слен. И он почему-то на «и». Почему такого нету? Москва. А вот Питер, а не Москва. А Питер, а не Петер, есть. Хотя вроде как Петербург. В общем, мало ли в Бразилии Педров. Идем дальше. Вопрос эфир от Велимира. «Зачем подменили историю? Подменили карты? Кто? Зачем? Почему? Для чего?» Такой риторический вопрос. Ну, тут вопрос очень тяжелый. Что, зачем и кто виновен? Кого будем судить? Есть много различных конспирологических версий. Есть версия, что там всю воду выпили жиды. Есть версия, что глобальный предиктор всех держит за рога. Я склоняюсь все-таки к другой версии, что всегда в мире происходит борьба между группировками. И действительно, я по своему жизненному опыту больше склоняюсь к тому, что действительно идет постоянная конкуренция и вражда между различными кланами. Где-то там, как-то назвать мягче, не верхушки там, а вообще просто. Вот есть кланы, добежавшие до финиша, которые схватили определенные бразды, вот в нашем мире финансовые. И которые пытаются эти финансы, во-первых, удержать, во-вторых, не дать другим развиться до своего уровня. И тут же попытаться таких же, как они, утопить ниже своего уровня. Это всегда так происходит. Если бы был один глобальный предиктор, уже бы весь мир ходил на лбу с этими щипами. И все бы делали в одном государстве одну и ту же идею. Может быть, как при социализме пытались это сделать. Он как в Северной Корее был. Скорее всего, выглядел бы мир бы так. А какая-то определенная группировка жила бы в нормальном, красивом мире. И периодически спускалась с трибуны мавзолея покричать толпе чего-нибудь. Толпа бы совсем ничего не поняла. Но такого в мире не существует. То есть, есть определенные группировки. И, скорее всего, одна из группировок в интересах своих же, по тем же самым причинам, чтобы не дать развиться другим до своего уровня, а утопить конкурирующие, это все и производило. Тогда это делали все немцы. То есть, в момент... Подождите, тогда. Как раз-таки два основных европейских клана. Боролись. Немецкие и английские. Они до сих пор борются друг с другом. И Миллер, Слёцер и Байер, которые после первого катастрофы подделывал историю, подделывал ее в интересах немцев. А, допустим, после второй катастрофы, середины 19-го, там, конца 19-го века, вся история подделывалась в рамках англичан. Потому что был уже век Англии, и Англия, английская элита, немецкую победила. Ну, ты знаешь, я не могу остановиться на какой-то одной версии. Я думаю, что версии, все, которые были названы, они присутствуют в этом мире, так или иначе. Просто предиктор вряд ли, конечно, является глобальным с точки зрения, как его представляют. Предиктор глобальный в том случае, если какая-то группировка одерживает верх. Вот он просто большую территорию под собой содержит. А остальные предикторы, они ужались чуть-чуть, вот будет их время, они разожмутся. Вопрос, как это в анекдоте? Зъесть-то он съесть, так кто же ему даст? Вот приходит время уже от этих предикторов как бы так избавляться. Спасибо, друзья, вы свое дело сделали. Молодцы, удержали стадо свое время от того, чтобы они друг другу глотки не перерезали. Ну, приходит уже время уж и без предикторов пожить. Так что сдавайте вещи вон там на склад, там старшина принимает, всех в баньку идите, вас там переоденут, ну и в светлый путь. Идем дальше. Так, Андрей, друзья, товарищи, а вы старые карты по территории Южной Америки не анализировали? Там до 17 века было соединение материка с Антарктидой, а после разрыв. Как что-то упало и сделало борозду на 2000 километров. Это то же самое, что упало. У меня есть фильмы, ну, это опять же моя версия, которую мы здесь уже обсуждали. Падение Лели, которое было разбито на части еще в космосе, ну, правда, в ближнем. И потому упало большими частями. Вот один из больших ее частей упал в районе Северного Ледовитого океана, нанеся вот эти все катастрофы Тартарии. Потом небольшой кусок упал в районе современной Камчатки, там след есть. В районе Филиппин, вот разлет этих частей был. Большой очень кусок упал в Австралию, там он и лежит сейчас, как самый большой камень в мире. А вот этот вот кусок, который отлетел, пробил прорыв Дрейка, он нам показывает четко своей изогнанностью, что в момент своего касания Земли и до полной остановки, вот эти 2000 километров, он пролетел уже в предначавшейся прецессии. То есть в тот момент уже шла прецессия, у меня там тоже фильм готовится по этому моменту. Там даже сила прецессии, в принципе, рассчитывается по нему. Не сила, а скорость прецессии. Ты знаешь, если изучить внимательно некоторые сказания, то там говорится, что не только камушки упали на Землю, но еще огромное количество воды попало сюда на Землю. Воды, гидросфера. Да, и вот я думаю так, что если провести такой небольшой опыт, взять большой-большой таз, насыпать туда песочку, сделать в этом тазике какие-то возвышенности и водички туда залить, ну так, сымитировать поверхность Земли. Только таз большой-большой такой должен быть, несколько метров, такой бассейн. А потом взять, к примеру, и сверху шугануть туда ведрышко воды в какое-нибудь место. И мы увидим, что вода, которая попадает на воду, она возмущает, достаточно высокую волну вздымает, и плюс собой подхватывает со дна очень много взвесей различной. Поэтому не всегда нужен какой-то большой булыжник, который бы создал большую волну. Иногда волна возникает и от соприкосновения большой массы воды, и вымывает породы. Ну вот как вот, я тебе говорю, эксперимент. Здесь сложнее все было, процесс, то есть следы падения частей мы видим на Земле, они четкие. Это конечно, конечно, да. Но что было с водой? То есть если спутник имел гидросферу, пусть он там назывался белая луна, там, или черная луна, он имел гидросферу и атмосферу. Если его взорвали в космосе, в ближнем, он превратился в песок более тяжелый, в пыль и в большие камни. А гидросфера его превратилась в лед. Непонятно, во что превратилась, конечно, атмосфера, может, в атомы, и все оно приделось. Но вот эти частицы льда, которых было много, они попали в атмосферу Земли, и попадая в атмосферу Земли, они, разумеется, разогрелись в плотных слоях и превратились в пар. И все это стало паром. Вся гидросфера прошла через фильтр, как будто бы, привнесенная. Она сначала испарилась, как в дистиллиционном аппарате, а потом она выливалась дождями. Причем выливалась-то не сразу, а сначала она закрыла полнеба, да, и это было похоже на атомную войну, как и говорят. Нет, ядерная зима, прошу прощения, ядерная зима. Частицы воздуха, что этот греческий художник нарисовал, вот примерная картина по второму спутнику в 19 веке упавшем, его взорвали сильнее. То есть, видимо, учли, что так вот, последствия, и не было при катастрофе 19 века волн-цунами, потому что прецессия не вызвалась. Во-первых, что самые большие части упали не в районе полюса, да, есть такая прецессия на гироскопе, в первом случае провернулась литосфера вокруг гидросферы, а вот во втором случае такого не произошло. Был взорван на больших высотах, превратился в облако. У всех этих частиц облака было разное удаление от центра масс Земли, разная скорость в разлете. И вот Сергей Игнатенко это хорошо показал по летописям, ну, по документам Тобольска, что три года с 1843 по 1846 не было урожаев, шли сплошные градобои. Только это были камни боя. То есть вот это вот облако падало три года. Проливаясь дождями, вот падали порционно песок, обломки, как он называется, пыль, и с ними же льдяшки. Ну, это все в таком количестве падало. Льдяшки эти все, разумеется, превращались в воду, вызывали ливни, при этом пыльные бури происходили. И вот так вот заносила глина и первые этажи домов. То есть сначала это была сухая смесь пыли, но, скорее всего, это все вместе происходило. Это трудно объяснить. Как-то льются мега-дожди огромные, и тут же еще пыль летает. Ну, вот такое в атмосфере творилось. И потому равномерно даже на возвышенности вот этот вот слой глины, так называемый, осел, смоченный дождями, вот эта вся пыль выпадающая. Но процесс происходил, представляешь, Алексей, аж три года получается. И это задокументировано. Это только то, что глобально задокументировано, а еще, может быть, несколько лет еще и потом остатки. Конечно, еще автошоки шли сколько. По крайней мере, пыльные бури реально прекратились у нас только в 60-е годы 20-го века. На Кубани вот сейчас едешь по полям Черноземом, Красиво, Лесополки, а до 60-х годов фактически здесь пыльные бури были. Такие, что заволакивало целые дома, деревни. Ну, я предположил, меня за это сильно раскритиковали, я предположил, что на Чернозем тоже, Чернозем был до этого существовал, засыпались эти слои глины. А глина – это смесь пыли, песочка там и все, что в атмосфере летало, смоченная водой. Но Чернозем, он же, ну, фактически живой организм. Он всегда воду пьет. И он потихоньку выпивал воду из этой глины. А когда она осушалась, она становилась пылью. И ее раздувало, вот именно эту глину и раздувало эту пыль с поверхности Чернозема до 60-х годов 20-го века. Причем пик был как раз-таки на конец 19-го, начало 20-го веков. То есть это пик вот этих вот всех вещей, пыльных бурь описанных. Потом они в 20-х годах сильные были, в 30-х годах сильные были. Ну, в общем, наша страна вся лежала в пыли. И до сих пор она очень пыльная. Идем дальше. Елена Гусакова, реплика в эфир. Были единые центры инженерного обучения крепости в разных местах, как под копирку. Однозначно. Елене привет, она недавно тут взорвала опять в наши головы, найдя, что Черное море было выше на 4 метра в 19-м веке. В середине. Вот она привела, и привела очень грамотно. Она нашла эти крепости звездные. Теперь мы сидим, все голову ломаем. Ведь у нас, если Черное море, сообщающийся водоем, было на 4 метра выше уровня Мирового океана, тогда в Босфоре должен был быть водопад. А если Санкт-Петербург поднять на 4 метра, если предположить, что весь уровень Мирового океана был выше, сегодня только посчитали, опять пол первого этажа затапливается. Ну, Елена, спасибо тебе, я сейчас буду дать все думать. Ты знаешь, я думаю, что существовала определенная шлюзовая система, о которой ты упомянул. Это примерно как вот Панавский канал, да, известный, который же прорыли, это искусственно сделано. Вот такие же каналы могли существовать, и ты на это сегодня указывал в передаче, между определенными водоемами. И если они существовали, они должны были какую-то функцию выполнять, не просто так их прорывали. Там видно, в чем вопрос. Это и судоходство могло быть, но при этом не надо было смешивать воду, например, соленую с водой пресной, потому что наши предки не дураки были, они понимали, что соленая вода, она, пожалуйста, вот тебе в океанах, а вот с пресненькой-то лучше и подружиться, ее лучше экономить. Поэтому вот эти шлюзы, они могли играть роль такого издерживания еще и перемешивания. Все бы было хорошо, но только это если бы было в середине 18 века, после первой катастрофы, когда прорвало все эти водоемы. Но это уже в середине 19 века Елена нашла. Тогда уже шлюзов точно не было. Вот что происходило в тот период, надо и думать. Это уже посткатастрофное время. То есть чуть-чуть до второй катастрофы. Черное море уже море. Тогда к Каспийской низменности обращайся и задай вопрос, почему оно ниже до сих пор. Но с другой стороны, значит, какая-то аномалия в кавычках существует, которая эту низменность удерживает, и она так до сих пор и не залилась. Но, значит, есть какие-то и похожие аномалии, которые позволяли, может быть, удерживать воду повыше или пониже. Кто его знает? А те шлюзы, которые были тогда, в те времена, шлюзы, которые были, они могли какое-то время еще сдерживать перемешивание. Здесь не все однозначно, ведь вода не за один день перемешивается, тем более в таких больших... Ну, шлюзов точно не было. А вот Каспийская низменность, ты ее правильно очень показал, Алексей, она как раз показывает то, что водоемы пресноводные, Каспийская и Черные моря были ниже уровня моря. И вот Каспий, высыхая, опускается до того момента. Сейчас, правда, он там минус 20, кажется, максимальная отметка этой прикаспийской низменности, то есть на 20 метров она уже ниже Мирового океана. А вот когда Каспий совсем досохнет до того, каким он был раньше, она будет минус 200 метров. Вот такая вот аномалия существовала на планете до катастрофы. Андрей Константинович, вопрос в эфир. Город Томск до 1604 года находился под землей. Зачем? Ну, я не понял вопроса под землей. Почему под землей? Тут я вот такого не слышал. Я знал, что есть подземный Томск, как под всеми городами, и есть подземные коммуникации. Вот Алексей Кунгуров недавно предположил, что подземные коммуникации, вот эти большие такие сооружения подземные, под каждым городом, там просто находилось производство. Вот так вот города выглядели. Наверху жили, все было хорошо, ходили в туниках, ездили на лошадках, чтобы машины не покупать, что и для спорта, и для воздуха полезно. А вот все производство было под землей. И в принципе эти галереи подземные, подземные заводы в Германии, это и показывают. У нас тоже под всеми городами, скорее всего, были... А Томск это же бывшая грустина, получается. То есть однозначно. Или Томск он немножко наводил, грустина была чуть восточнее, там от нее есть обломки. Но подземелья Томские, это продолжение подземелий грустины. То есть, скорее всего, Томск, это небольшая часть этой огромной грустины, которая была. Вот были такие огромные города, и они описаны, кстати, два. Это Канзай, город там тысячи мостов, самый большой город в мире, предположительно, на месте сегодняшнего Шанхая. Тоже города торговые. То есть, вот там, наверное, была смесь всех и производства, и ремесла, и торговли. И вот такой же описывается грустина. Я уж испугался за тебя, когда Андрей так сказал, что вот Томск находился под землей. Зачем? То есть, к тебе такое обращение, ты зачем же его закопал-то, Томск? Понятно. Ну да, вопросов много. Я думаю, что были-были подземные галереи, они существуют по всему миру, и известны ходы и в центральной части России, которые прямые, которые невозможно просто так вот. Случайно река, что образовала, типа кастровая пустота, вымытая водой образовалась. Это явно рук чьих-то дел, какие-то машины бороздили просторы подземные и выкапывали эти галереи. С какой целью? Перемещение, производство, хранение, транспортировка, я уж там не знаю, каких-то продуктов, хранение воды, что-то ещё. Так что здесь не всё так однозначно. Не было того каменного века в древние времена, о котором нам рассказывали, с которым мы вышли, а был каменный век, в который нас загнали из того светлого прошлого, золотого века, просто погрузили и заставили нас выживать. Отсюда эти избёнки, лопатки и прочие средства выживания, которые до сих пор до нас ещё, ну так сказать, дожили, достались. А так вообще-то надо смотреть чуть-чуть подальше и поглубже. Это однозначно. И вот всё-таки наша территория, нашей страны, она больше всех и пострадала, и до сих пор она, кстати, не пришла в себя. То есть такое, глянешь на карту вечной мерзноты, страшно становится. У нас чуть ли не две трети страны под вечной мерзнотой находится. То есть мы, кто живёт на каких-то вообще конкретных обломках. И строить нам жильё реальное начал только Хрущёв в 50-е годы, в конце. А до этого народ весь ютился в бараках, в избушках каких-то непонятных. И некоторые в больших городах, как Питер, Москва, Киев, жили в коммунальных квартирах. В бывших квартирах той элитки. То есть реально люди... То есть история нашей страны совсем небольшая. Вернее как известная история небольшая. Известная, да. А вот то, что прошлое настоящее, оно очень... История строительства. Забыл слово вставить. История строительства современная. Да. До сих пор мы все бесквартирные. У нас всё не обустроено, не обихожено. Кругом одни проблемы. Приезжаешь в Европу, там вот булочки все кушают, ходят. Даже обувь не пачкаешь. Он проник по Краснодару. Каждый день ботинки моешь. Ну хорошо. Чистоте приучают тебя. Идём дальше. Елена Гусакова. Вопрос. Цивилизация Русь Сурожская и в Крыму и Малая Тартария близки были по духовному развитию? Ну тут вопрос очень серьёзный. Пока мы это ещё копаем. Я вот как раз занимаюсь тем моментом, что я допустим предполагаю, что Русь доходила на юг фактически до Египта. И однозначно и Турция это бывшая Русь и всё остальное. Но вот у меня предположение, что всё-таки слово Тартария это слово межпотопное. То есть античная цивилизация до потопа 17-18 веков такое слово вообще не применяла. А вот слово Тартария появилось именно во времена где-то Екатерины скорее всего. Вот этой вот пика межпотопной цивилизации, которые начали принижать какую-то роль. Вот эта вот мятежная Европа с её лидерами от него это всё и пошло. Недавно интересные начали появляться как Наполеон пытался договориться с Тартарами его характеристика Тартар, что они там кочевые, им ничего не надо, они вроде крутые, воюют хорошо, но они живут там своей жизнью и с ними никакого мира не будет, потому что они сами друг с другом переругаются. То есть есть небольшие намётки на то, что осталось в принципе от культуры той Тартарии, как она вот благодаря своей вот этой демократии всеобъемлющей племена там и воевали. И самое интересное про Тартарию вообще вот из всех произведений литературных, которые описывают чисто жизнь Тартарии, европейской, кстати, это Ромео Джульетта. Описывают вот эти семейные кланы, описывают взаимоотношения между ними. Я сначала не мог понять, я предполагал, что в христианский момент времени происходит Ромео Джульетта, а потом посмотрел голливудский фильм, как они там солнцу поклонялись, как они красиво одеты были. Я понял, что это происходило именно в европейской ведической культуре. То есть это была фактически в развитой цивилизации родовая система. Понятно. Но родовая система была не только у элиты, а вообще у всех людей. А европейская культура что сделала? Она родовую систему в виде дворянства ставила наверху своего общества, остальных всех выровняла в рабов. Ну, я думаю, что державности мы сейчас не будем затрагивать, потому что это еще отдельная тема, тем более, что у нас уже пятый выпуск по державности на радио выходит, там многие устои рассматриваются, не те, которые нам уже привили цивилизационные, а более древние. Я удивляюсь, кстати, почему так мало просмотров про державность. Такое ощущение, как будто бы никто не хочет познать, а как вообще люди жили до этих всех нововведений. Потому что слово державность... Политическая тема, устали от политики... Нет, 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 нет. Мы там вообще политику не затрагиваем. Мы затрагиваем образ жизни, существование, бытия, устройства и так далее. Политики там и не пахнет. Мы к политике даже еще не подходили. Как там семья. Просто, может быть, слово державность незнакомое так... Алексей, политическое устройство державности, оно прямое отношение к политике имеет. И будет, и все, что вы затрагиваете, конечно, это политика. Но новая концепция нового общества. Если в современности рассматривать, да, слово политика, но все-таки слово политика мне не нравится. Почему я говорю, что нас политика не интересует? Не потому, что мы не управляем, не потому, что мы сидели всегда в стороне, а просто политика это уже извращенное некое представление, такой маленький осколочек от самодержавия. Это вот примерно из области цивилизации. Поэтому просто отдельно политика меня не интересует. И наших предков, я думаю, тоже отдельно политика интересовала. У нас был симбиоз наук, то есть слитие воедино. Вот алхимия была, а алхимия, она в себе содержала, что и химию, и физику, и математику, и геометрию. Вот алхимия, да, целиком, если же мы берем высокую науку и магию и так далее. А сейчас нас разработали на мелкие какие-то фракции. То же самое. Отдельно политика, отдельная экономика, отдельная религия, отдельно верование, отдельно вот это, это, это. Разбили, 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 разбили. Поэтому, может быть, людям и непонятно. А еще видишь слово архаичное. Слово державность архаичное. И мысли, образ у людей сразу рисуется. Вот Советский Союз, держава, там, и все такое. Из патриотических лозунгов. Может быть, еще поэтому малопросматриваемое. Да я вот тоже думаю, да, потому что тема-то интересная. Люди, которые посмотрели, говорят, ух ты, как интересно. А я-то типа и не знал. Назвать можно так старый мировой уклад. Старый уклад на новый лад. Ясно. Дальше. Никита Козырев просит рассказать пару слов про литературу, начинающему изучать нашу культуру. Спасибо. Что бы ты порекомендовал? Ну, тут надо опять начинать с критики. Я скажу шепотом. Начать, сначала надо очистить фундамент. Начать с Климова. Есть такой писатель Григорий Климов. У него есть несколько интересных книжек, я их называть не буду. Это хорошо очищает голову для восприятия информации. Потом начать либо с трудов Морозова, но они очень сильно, вот если хочешь, с самого начала. Морозов, он очень тихо все это проводил, вот эту славяно-фильскую ситуацию, видимо, на него сильно нападали. Можно его почитать. Ну, много. Потом, конечно же, Носовский Фоменко. Он первый показал и показывает действительно всю эту ситуацию. Многие на них, даже на Носовского, Фоменко сейчас нападают, ну, противопоставить чего-то реально им не могут. Конечно, у них много мусорных книжек, но вот самая первая, у них империя, она, в принципе, исследования, там еще они колеблются. А вот Руси Рим, она уже реально такая устойчивая. Потом у них пошли книжки, они там каждый город рассматривали, там Москва, Стамбул. Вот у них интересная книжка «Царь-славян» еще есть. Но это уже все вытекающие из Руси и Рима. А потом очень много различных сейчас блогеров, писателей. Вот тот же Андрей Кадыкчанский. Откуда мы, допустим, знания о Тартарии берем? В принципе, большей части из его трудов, его оси, Веда, у них есть там сайт такой, «Тартария.инфо». Они там собрались, все эти тартаристы друг с другом, но у них очень достаточно интересно. И они привели недавно, вот статья у них была, там не все под именами пишут, опять какой-то ник там был, писавшего статью, о том собраны документы, что вся Сибирь представляла из себя разваленные города в 19 веке, в начале. И они описываются, то есть та же ситуация, что в принципе и на Кубани. Суворов шел здесь по Краснодарскому краю вдоль реки, ему встречались разрушенные городища, и он проходил в их арки, в Триумфальные. Еще арки были целые, не говоря уж о всех этих крепостях и звездах, из которых эту кордонную линию потом, ну, не строили, а просто из дерева на этих остатках звезд делали укрепления. И вот так же описывается вся территория за Уралом и части Средней Азии, кстати, Казахстана. Описываются, какие дома были, вот 7 палатин, за чего, 7 палат, кто эти 7 палат видел, а там они описаны, что за палаты были, из чего построены, когда разрушены, то есть все было разрушено. Вопросы больше не принимаем сразу, я нашим помощникам сообщаю, то есть и так уже накопилось много. Лучше почаще встречаться, но не продолжительное время, чем делать один такой марафон, и чтобы потом все заснули в конце. Далее, летопись яркого прошлого, так себя человек называет. А это наша Катя. Ну, ну что ж ты прям выдаешь-то? Ну ладно. Вопрос в эфир. Какой сейчас год и от какого хронологического события лучше отталкиваться? Кать, ну я не специалист по календарям. Я знаю, что 2018 недавно начался. А вот для кого какой год, я не знаю. Тут уже каждый сам выбирает. Для кого 7500 какое-то, для кого там 1400 какое-то. Смотря от какой исторической даты, исходить. Какой год? Тут непонятно. Ясненько. Идем дальше. Дядя Вася. Вопрос в эфир. Сказителю. Знает ли он что-нибудь про катастрофу Марса, возникновение на ней горы Олимп, вследствие катастрофы и в районе Новой Сидонии? Это очень серьезный вопрос. Мы сейчас все над ним бьемся. Вот планеты земной группы, Венера, Земля, Марс, Марс это бывшая Ария, еще за ним была Дея. Наклон плоскости эклиптики, Земля имеет 23 градуса, там столько-то секунд, ну с половиной, да. Венера имеет небольшой наклон плоскости эклиптики, а вот Марс имеет наклон 25 градусов. Фактически, я не помню сейчас фамилии этих всех, тут тоже голова не резиновая, многие астрофизики показывали путь того, что наклон оси вращения Земли, в смысле оси вращения любой планеты плоскости эклиптики не может быть естественным. То есть уклоны только искусственные. И гравитационные силы звезды всегда притягивают, стараются поставить планету обратно, ну выровнять этот наклон. Что у нас и происходит. Вот в каком-то из своих фильмов я приводил формулу расчета вот этой вот прицессии земной оси, которая, вот полярная звезда, когда она раз в 23 тысячи лет там проскакивает, и ее рассчитал такой нюком в начале, в конце 19 века. Формула была одна. А недавно ее в 70-е годы 20 века рассчитали примерно по таким же позициям, и в ней уже значения изменились фактически до сотых долей от одной цифры. Это говорит о том, что этот процесс, он идет. То есть прицессия затухает, и плоскость, и земная ось через какой-то момент времени будет там 20 градусов, 15 градусов. Тот же период происходит и на Марсе. Но смысл в том, что завалы осей это все искусственные фактически события. На Марсе однозначно была такая же, как его называть, атмосфера, как на Земле уже и сомнений фактически нету. Просто Земле повезло больше от катастроф, от двух. Выбросило, конечно, огромное количество воздуха в космос безвозвратный. Вот мы сейчас живем в условиях пониженного давления, но у нас хоть что-то растет, кроме мха. А на Марсе осталось 0,3 от нашей земной атмосферы. То есть там атмосферу всю выбросило. Есть еще такая позиция, что, допустим, труды Деконского, о том, что идет воспроизведение ядром водорода или еще каких-то позиций. С Рыбниковым я недавно разговаривал. У него вообще теория всерода, самого главного элемента таблицы Менделеева. Ну, то же самое. Ну, смысл того, что идет воспроизведение химических элементов ядром. И фактически водорода и кислорода. То есть получается, что давление потихоньку должно опять в воздух, нараститься новый. То есть земная ось выправится, воздух нарастится. То же самое процессы происходят с Марсом, но он будет дольше происходить. По датировке этих событий складывается опять ситуация, что это все происходило в 17-18 веках. Не миллионы, не 40 тысяч лет назад, не 13 тысяч лет назад. Это все следы одной и той же катастрофы. То есть на Солнечную систему напал кто-то на всю. Что случилось при этом с Венерой, пока тоже непонятно. Но вот задали вопрос по Марсу. Он хоть жив остался с 0,3 атмосферы за ним. Дея вообще разрушена в пояс астероидов. Ты знаешь, я думаю, что, наверное, здесь тоже следует отмечать разумным людям, что если какие-то катастрофы происходили не так давно, вот буквально 200-300 лет назад, то вероятность того, что они, например, не могли происходить 13 тысяч лет назад или 120 тысяч лет назад, вот тоже нельзя исключать. Ведь те же самые дядьки, так называемые ученые, они находят следы того, что на самом где-то там больше 100 тысяч лет назад что-то происходило. Да и 13 тысяч лет назад, вот если мы берем не так давнешние исследования, они показывают, что под камешками-то в Америке земелька где-то 13 тысяч лет там сохранилась. То есть вот эти всякие углеродные анализы. Поэтому я думаю, что здесь была куча вот этих всех катастроф, куча каких-то прилетов, отлетов, как там лели этих, может быть, там уже и десяток можно насчитать, если их все лелями там или фатами называть. Но не куча, Алексей, все-таки не куча. И в принципе вот прошлая катастрофа, когда погибла мегалитическая цивилизация, получается 5 тысяч лет назад. Если у нас античная цивилизация погибла там 17-18 век, межпотопная погибла у нас среди на 19-го, а вот 5 тысяч лет назад погибла как раз-таки вот эта вот мегалитическая цивилизация, которые все вот, как это лучше сказать, вот эти мача-пикча, они по-другому совсем построены, с полигональной кладкой, они от античной цивилизации в корне отличаются. Вот они показывают совершенно другую цивилизацию, погибшую раньше, ориентировочно 5 тысяч лет назад. Опять же, здесь можем расходиться, потому что есть разные данные, но суть в том, что было несколько цивилизаций, и вот античная, ближе к нам, которая была, и вот эти вот, где стоят огромные-огромные глыбы, которые повалены. И, кстати, здесь видно, что, например, если античная похожа на какой-то потоп, вот о котором ты говоришь, да, то там есть, где большие камешки стоят, там похоже на какие-то локальные удары, там реально разбросанные камни вот в радиусе от падения. Там вообще жуткая вещь, да, там лазерными лучами их под землей доставали, там прожигали землю, вот у них там что-то было вообще, что-то с чем-то. Ну, они там и тем, и другим, и три. В общем, баловались, ребятки по полной программе развлекались. И получается, единственный вопрос, если ты тогда тоже атмосферу выбросила, вот до развития, до технотехнического состояния античной цивилизации, или пять тысяч лет прошло, или тринадцать. Ну, в общем, да, вот этот период что-то успело восстановиться. А вот сейчас, пока мы еще в разряженном воздухе живем, она спрашивает, откуда болезни, почему малое такое количество продолжительности жизни, что-то мы обмельчали, как, ну и так далее. То есть вопросов много, которые люди не связывают с изменением не только климата, а и с изменением давления, с изменением состава и прочее, прочее, прочее. Ну, ладно, еще у нас несколько вопросов есть, давай дальше. Елена Владимировна, реплика в эфир. Благодарствую сказителю за Питер-Юпитер. Питер-Юпитер! Новый такой слой. Понравилось? Ну, конечно. Андрей, спасибо. Я подбодрил, чтобы Александрия не называли. Александрия реально лежит там, где она, рядом с настоящей египетской Александрией, там в воде, там большой город Александрия. А то, что, допустим, медный всадник – это Александр, тут тоже вопрос. Я видел такую информацию, что раньше на этом камне было написано «Октавиан Август». У меня там фотография из библиотеки одного этого гравюры. «Медного всадника», где голова у Петра совсем другая. Их таких много. Но вот на моей написано «Октавиан Август». И там мужик совсем не с Петровской головой, а с этим лавровым вентком. То есть Церетель и там побывал, да? Нет, Церетель и он жалкий плагиатор. Вы понимаете, как классно. Пришел, голову Петру поменял. Красиво же, версия красивая. Нет, я про то, я про что хочу сказать. Всегда победители пишут историю, всегда победители срубают фрески, всегда уничтожают старые какие-то надписи, лица портят и так далее. А потом лепят свое что-то. Поэтому я нисколько не удивлюсь, если когда-то на месте Питера-Юпитера находился еще более древний город, который что-то там еще такое свое имел, какую-то древнюю историю. А на месте того города еще какой-то. Нисколько в этом не удивлюсь. И назывался он сначала вот так, потом сяк, потом наперекосяк. И в конечном итоге это стал Санкт-Петербургом. А был до этого еще и Ленинград, как ты помнишь, да? Да. Ну, так что здесь очень много чего интересного. Как раз вот... А что далеко отходить? Смотри. Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград Ленинград и опять Санкт-Петербург. Смотри, четыре смены наименования буквально вот в наших глазах произошло. И к чему удивляться-то? Победители всегда пишут историю. Всегда меняют что-то. Головы снимают, ставят новые головы. Как это, помнишь, это Москва-Кассиопия, отроки-веселенные. Тык-тык, это не моя голова. Тык-тык, вот моя голова. Давай меняться, да? Вот из этой же серии. Петр, это не твоя голова. Дай сюда. Церетели, иди, дружище, поменяй ему голову. Ну, в Питере, конечно, с памятниками вообще накуролесили. Вот эти два мужичка, которые стоят около Казанского собора, видели, во что они одеты? В туники, к которым пришиты погоны царской армии. А в руках у них чистая пудра. Только они когда по-разному окисляются. То есть погоны потом приделали. А вот копия, с которыми они стояли, отрезали, и получилось, что они стоят со свитками. Тоже нормально. Бедного Марса всего облепили этими латами. А он раньше стоял в шлеме, ну, полуголый, а тут одели его латами. Петру, вот, медному всаднику голову отпилили, убрали старую, новую приделали Петровскую. Ну, что сделаешь? Ну, да. Ну, видимо, холодно было, поэтому их приодели. Ну, ладно. Андрей, тебе благодарность за озвученный вопрос присылает. Идем дальше. Вова Мир, вопрос в эфир. Алексей, я вам скидывал видео ВКонтакте про всемирный потоп и про разоблачение теории Дарвина. Так вот, в нем говорили о том, что потоп произошел вследствие взрыва земной коры, и из-под нее сквозь трещины провалилась вода и затопляло все вокруг. И разломы, которые идут по дну нынешних океанов, это швы, по которым треснула земля. Что автор скажет на это? Что ты скажешь на это? Как мне некоторые пишут в комментариях, бред. Ну, представьте разлом земли. Если там находится магма, разумеется, от этой температуры магмы вся вода вокруг тут же испарится. Какой провал земли? То есть, потом представьте оголенную магму в таких вот количествах. Сколько она выделит серных газов и всего остального. То есть, ну, таких, по крайней мере, такого опыта, вот кроме маленьких вулканчиков, откуда магма появляется, никаких нету. А вот те трещины, как раз, которые по дну океана видны, они идут от места падения самого большого куска. Ну, Алексею-то не нравится название? Назову Лели, первого спутника упавшего. Да уж называй, как хочешь называй. Да, Белая Луна. Вот ее кусок самый большой, упавший в районе Северного Ледовитого океана. Я его очень хорошо в своих фильмах показываю. Он был самый большой и вообще губительный для всего. Он вызвал тектонические изменения, от него пошли трещины. Но, скорее всего, через эти трещины не выступило много магмы. Они пошли по дну океана. Вот магма, когда она начала с таких трещин исходить, вот как вулканы, раздвижение подводное происходит, она быстрее затвердела и выступила как материал, ну, как килоидная ткань на разрезы раны. То есть, закрыла. Что-то выделилось, конечно, в воду, но в основном это особого влияния не произвело. Я вообще придерживаюсь такой гипотезы или, скорее всего, постулата, что Земля, вот как человек, находящийся в обитой, для сумасшедших одеялами комнаты, себя убить не может. Хоть он бьется обо что. Так же и Земля без внешних воздействий планета сама себя убить не может. Все, что происходит на ее поверхности, губительных последствий не принесет. То есть, это самодостаточный механизм. Тут вот у Дмитрия Мыльникова вообще гипотеза, что Землю пробил метеорит, потом отскочил, отлетел от нее. Но я с ним спорю. Я уважаю чужие гипотезы, конечно же, но это маловероятно. То есть, представьте, это же бильярдные шарики. Конечно, при ударе метеорита об землю он отскочить не может. Тут же взрыв происходит и выделяется огромное количество энергии. Так же, как метеорит не может прошить земную кору насквозь, пройти по магме или там и вылескочить с другой стороны. А если Земля полая, что там будет внутри? А если Земля механизм, как на этой, как его назвать, на статую этой, где там внутри шестеренки, мы этого точно не знаем никто, как она устроена. Но процесс физически не обусловлен. В общем, Земля большая лаборатория, большая школа, где каждый народ проходит свой курс обучения, где каждый индивидуально проходит свой курс обучения. Не дадут вам отсюда соскочить до поры до времени. Не дадут. Так что, когда нужно будет, тогда всех вместе куда-нибудь и подвинут. Этих сюда, этих сюда, этих на сортировку. Кого-то вообще на космическом корабле куда-то отправят сто сорок четыре. Сколько там? Четырнадцать тысяч четыреста, да, там человек. Ну и так далее. Лойдем дальше. Виктория Александровна, здравия. Что можете сказать по поводу затонувшего города на дне Черного моря? Благодарю. А их много городов-то. Вот я про то же. Их много. Вот я рассказывал про Акру, где наш президент нырял недалеко от Фанагари, как раз в Керченском проливе, нашли они там, как его называть, амфору. По затонувшим городам Черного моря в Ютубе очень много фильмов. Очень много американских, болгарских фильмов. Там хорошо видно по контуру дна, где раньше впадали реки. Вот Дунай, где его было русло раньше, где Днепра было русло. Не русло, а дельта. И там находились города. Вот болгарские археологи как раз-таки на глубине 200 метров и находили там кучу всего статуи и всего остального. Но в воде города, конечно же, дома падают. Вот что произошло, допустим, с Питером, когда он находился затопленным? Вот по моей гипотезе Питер стоял затопленный практически всю первую половину 19 века. 18 века и строить его вообще Екатерина начала. Петр I сидел в Кронштадте и его называл Санкт-Петербург. Ну, то тоже, в принципе, в том же городе, только в одной части, которая раньше Кронштадт и Питер, они были частями одного города и между ними не было маркизового лужи, была суша. Но вот затопило. Какие-то из домов, они же подмываются, находясь в воде и разрушаются стены гораздо быстрее. И мы хорошо видим там по Неевскому, по Лиговскому проспекту, идешь, вот вроде бы несколько домов с одной этажностью, одной фасадностью. То есть это дома, которые действительно проектировались, если вот так город проектировался. А между ними, как вырванный зуб, и ставленный не такой же зуб, а какой-нибудь меньше, там, двухэтажный, вместо трех или там четырех. Или выше стоит. И вот в Питере замечали, сколько в старых домах вот этих вот глухих стен. Вот там были места, где провалились части зданий. То есть за 50-60 лет в городе упало примерно 30% в домах, находящимся под водой, когда он находился. Разумеется, что все города, которые находятся на дне Черного моря, они уже упали. Единственное, что находят мегалитические большие сооружения. Вот в районе Утриша нашли пирамиды. Они даже по телевизору показали, что действительно пирамиды, как египетские в районе Утриша, торчат из ила морского. Утриша вообще место очень интересное. Утриша официально считается началом Кавказского хребта. Кавказский хребет начинается в Анапе в районе Утриша и заканчивается городом Баку. Но раньше он еще продолжался, этот Абширонский порог. Это его тоже продолжение, которое промыло при Каспийском потопе, Каспийской катастрофе. Так что городов очень много. И вот посмотрите около Сухуми Виктория Александровна, там остатки города Севастополиса хорошо видны. Там Сухумская набережная прям стоит. У меня фотографии есть, но я сейчас не буду их показывать. Далеко рыться в телефоне мне присылались в Сухуми. Там Сухумская набережная, это стоит фактически на развалинах вот это огромных сооружений таких из того самого камня. Они уже там порепанные. Но я когда открыл гугл-карты, продолжение шло аж на два километра оттуда. Стена по дну видна. То есть городов очень много и вопрос в том, что какие-то стены из них сохранились, а какие-то разумеется постройки городские упали. Хотя есть информация о том, что дайверы в районе Керчи, там называли столицу Боспорского царства, затопленную там, якобы, что мост через Керченский пролив и был, и был чуть ли не одним из чудес света, и его обломки там лежат сейчас на дне. И там пятиэтажные дома какие-то есть. Тоже все это имеет место быть. Там кругом археологическое, все по бережу Черного моря, это сплошнейшая археологическая зона. Но под водой сейчас все это реконструировать, конечно, очень тяжело. Вот как я показал сейчас, город Апсков, чисто летописный город, слышно много, то Апсков называется, то Апсков. Все относятся к городу Апскову. А тут мы с вами находим на южном берегу Крыма, видимо, один из самых больших крымских городов, называется Апсков, который стоит на Казачьей реке. И эта река, она прям устья, ее хорошо видно на затопленном участке, на карте глубин. В общем, скопские мы, да? Что с севера, что с юга. Ну и давай в заключение вопрос от Елены Новгородовой из Энгельса. Привет Энгельсу. Вопрос к коллегу. А где он сейчас живет? В смысле, где ты сейчас живешь? Оу. Был я напротив Энгельса, жил в Саратове в гостинице Словакия, видел мост этот в Энгельс, смотрел, как ТУ-160 летают. Сейчас в Краснодаре живу. Ну вот и славненько. После выяснения всех твоих паспортных данных по прописке мы можем подходить к заключительной части нашего эфира, подводить итог. Давай жирную черту подводи, нашим радиослушателям и зрителям что-то доброе от себя желай и будем закругляться на сегодня. Ну я просто хочу немного рассказать о наших планах в заключение. Мы с Алексеем Кунгуровым и еще с определенной группой наших слушателей и соратников планируем начать все-таки экспедиционную деятельность с начала этого года. Алексей там уже поездил и в Горной Шоре был и в некоторых других местах, но все это было в виде наблюдения. Сейчас вот мы хотим допустим привлечь каких-то специалистов в виде геологов, в виде еще кого-то, чтобы у нас были и георадары и какие-то хотя бы инструменты, чтобы мы могли понять из чего эти камни сделаны, из которых сложена Керченская крепость, какие полости находятся. Это все достаточно дорогостоящее и мы запустили сейчас проект крауфандинга на планете Ру, на два проекта. Проект Алексея Кунгурова поездки в Ергате совместно со мной в Горную Шорию и мой проект Крым-Кавказ совместно с Алексеем Кунгуровым. Так что если кто-то хочет присоединиться к экспедиции или оказать какую-то помощь, мы будем очень рады. И чтобы я еще попросил слушателей, обращайте внимание на все это необычное в своих регионах, особенно в тех регионах, в которые мы поедем. И присылайте, что видите. То есть собираем такую народную базу наблюдений, да? Да. Но она уже действует, люди много присылают. Правильное решение, потому что все разрозненно, каждый свое болото тянет, вместо того, чтобы всем собраться, сложить все вместе и разобраться. Как это археологи делают, когда раскапывают что-то, они же, не каждый кричит, «О, а я монетку нашел», себе в карман кладет, да? Они складывают все вместе, фотографируют, зарисовывают, запечатляют, и потом вместе в одну кучку несут, а дальше уже начинают разбираться. Вот это тут нашли, это тут. Ага, это значит было так, так, так. Смотришь, получилась очередная какая-то историческая находка. Ну что ж, ну что ж, давай теперь уже я заключительное слово от себя буду говорить. Напоминаю, что сегодня по одному современному календарю 10 января 2018 года среда, первый эфир в наступившем году, 31 день месяца белого сияния покоя и мира 7526 лета по одному из старинных календарей. Мы говорили в живом эфире про цивилизацию предков на дне Чёрного моря с Олегом Павлюченко, но, как оказалось, цивилизация не только Чёрного моря у нас затрагивалась, но и других морей. Вот почему я сказал, что очень я люблю эфиры с Олегом, потому что вот не всё так однозначно, как было написано в анонсе происходит. Обязательно он что-нибудь такое там достанет. Надеюсь, что следующий эфир у нас будет не менее интересным, будут подняты ещё интересные темы. А мне с вами остаётся только попрощаться, поблагодарить каждого за участие, за то, что писали интересные вопросы и реплики. Олегу благодарность, приходи ещё почаще и побольше приноси. Будем разбираться в нашем прошлом все вместе. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. С вами был Народная Славянская Радио Алексей Орлов, Олег Павлюченко. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть до новых встреч. Народная Славянская Радио Всё нужно, всё важно. Редактор субтитров А.Сёмкин